здравствуйте друзья с вами психолог полина потечели решила сделать небольшое видео из отпуска замечаю что в какой бы стране я не была я везде залезаю на какой-нибудь пустырь вот и испания не исключение потому что я как высокочувствительный человек нуждаюсь в тишине в городе очень сложно найти тишину без машины очень сложно выбраться за город но к счастью в городе есть пустыри я хотела поговорить о том нормально ли это влюбляться с первого взгляда бывает ли вообще настоящая любовь с первого взгляда вот про этот феномен первое что хочется сказать это по поводу слова любовь что любовь конечно же здесь имеется ввиду привязанность и влюбленность потому что если трактовать любовь как это трактовал например будда то любить это просто желать человеку или другому существу счастье вот это как бы никак не связано ни с сексом не с желанием быть вместе по идее вот то есть имеется ввиду любовь с первого взгляда это когда происходит влюбленность влюбленность естественно подразумевает привязанность сильную привязанность но здоровую привязанность хочется надеяться да то есть плохого в этом ничего нет вот и мне кажется что с одной стороны бывает так что мы встречаем так скажем ум поток сознания или еще проще говорить душа встречаем душу с которой мы уже знакомы с прошлых жизней да то есть я как человек который переиздает концепцию по смерти и перерождений смотрю на это так что можно встретить просто человека с которым вы и в прошлой жизни были вместе с которым очень сильная так называемая кармическая связь и узнать друг друга и это действительно может произойти с первого взгляда или с первого прикосновения с первого разговора например у меня с моим нынешним мужем замечательным самым любимым мужчиной было примерно так что очень быстро возникло чувство как будто бы мы знаем друг друга сто лет это не была какая-то искрящая влюбленность с первого взгляда с первого разговора это было чувство что вот друг другом очень комфортно безопасно как будто бы мы уже естественным образом как-то вместе вот такое было чувство но это не какая-то искрящая влюбленность и скрещая влюбленность начала уже началась уже чуть чуть позже не во время первого разговора вот это что касается личного опыта что касается принципе такого феномена как влюбленность с первого взгляда то хочется сказать что конечно бывает так что мы навешиваем вернее наше бессознательное или можно сказать мы бессознательно навешиваем на человека на его образ собственные ожидания есть такое понятие в юнгианской психологии как анимус и анима и это означает как бы в случае женщины анимус это ее можно сказать образ ее собственной души или ее мужская часть души можно так сказать в случае мужчины это анима то же самое его женская внутренняя сущность его можно сказать душа то есть если во сне например снится женщине какой-то такой мужчина или юноша особенный то это может быть анимус образ анимуса анимуса то же самое мужчине может сниться его анима какая-то там не знаю лучик лучезарная голубоглазая и какая-нибудь еще и у нас есть вот это вот представление о каком-то человеке который будет идеально нас дополнять допустим если мы в статусе сингл то есть у нас нет каких-то отношений мы их хотим то у нас даже если мы этого не сознаем у нас есть какое-то представление о том каким этот человек должен быть и когда происходит вот это вот влюбленность первого взгляда в случае если это не встреча двух давно знакомых душ так скажем это может быть такой феномен что мы уже подготовили в своем сознании место такой красивый украшенный трон и когда мы встречаем человека который по каким-то параметрам похож на того кого мы ожидаем мы сразу его садим на этот трон и горим да это он хотя мы его еще не знаем вот этот феномен он как бы это тоже все бессознательные процессы мы не можем особо их контролировать хотя конечно если мы начинаем их осознавать тогда контролировать мы можем но у меня тоже есть такой личный опыт что я встречала человека человека и очень быстро влюблялась и мне казалось что это тот самый безусловно и кто бы мне что не говорил вообще вы ничего не понимаете но потом как бы узнавая его лучше оказывалось что вообще не тот человек и было больно от этих ожиданий отказываться потому что уже настроила себе там воздушных замков поэтому бывает по-разному я считаю что бывает так что действительно встретились и сразу стали парой и я не ну моя история с мужем это не единственная история знаю другие истории что люди встретились и как-то сразу стало понятно что мы вместе и мы будем вместе долго вот так тоже бывает и это нормально а бывает что ты влюбляешься а потом оказывается что вообще не то но влюбился быстро и я не говорю что что-то из этого хорошо или плохо можно влюбляться постепенно и медленно можно влюбляться быстро и сразу и в том и в другом случае это может привести как созданию благоприятного так скажем союза так и к разбитому сердцу и любовь эта сфера рискованная и кто не рискует тот не состоит прекрасных гармоничных отношениях потому что ну абсолютно нормально и я думаю что практически там 99 процентов людей в этом мире не с первого раза создали взаимные чувства и отношения в которых были чувства взаимные и мы встречаемся с не взаимностью и нужно это как-то выдерживать если не выдерживаете или если не взаимность повторяется из раза в раз очень много раз и вы уже устали и отчаялись обращайтесь к психологу там могут быть психологические предпосылки для таких историй у меня у самой так было и когда я предпосылки убрала я встретила того человека с которым все сложилось классно вот если что записывайтесь ко мне тоже на онлайн-консультацию как психологу ставьте лайк этому видео если вы согласны с тем что я сказала пишите ваши комментарии если не согласны подписывайтесь на мой канал всего вам доброго с вами была полина ботичели